Создавать рабочие места – задача внутригосударственной политики. Решать ее чиновники должны каждый на своем уровне и в рамках своих компетенций по умолчанию. Какие меры, механизмы и программы используются представителями органов власти на местах, узнал Джамши Цуатов. Обеспечение занятости населения – вопрос, который требует должного внимания, особенно в период пандемии. Сегодня в данном направлении реализуются комплексные меры. В частности, в Наманганской области представителями второго сектора проводятся определенные работы по возобновлению производственных мощностей, передачи пустующих зданий предпринимателям по нулевой ставке, распределению заброшенных земель в целях эффективного использования. В результате подобных мероприятий были обеспечены работы около 8 тысяч человек, 80% из них – молодежь. 20% из числа этих людей получили работу в сфере сельского хозяйства, 30% – в сфере строительства. Ну а в социальной сфере трудоустроено 40% в результате распределения данного объекта. В здании неработающего колледжа в Мимбулакском районе постоянную работу получили 64 женщины. Для семей, нуждающихся в социальной защите, на основе льготного кредита выделяются швейные машины. Помогают и в оформлении заказов, что создает для них большие удобства. Я сидела дома, была без работы. Нам помогли получить швейные машинки. Я очень довольна, потому что смогу сама зарабатывать, помогать своей семье и параллельно закрывать свой кредит. Благодаря оказанной поддержке возобновила свою деятельность и предприятие по переработке бобовых культур. В данный процесс привлечено местное население. Они могут выполнять заказы и находясь дома. Для этого созданы все необходимые условия. Совместно с руководителем второго сектора мы осуществляем ряд мер, направленных на трудоустройство местного населения. Мы их привлекаем на строительные и общественные работы. Основная часть этих граждан – молодежь. Ну а передача данного объекта предпринимателю по нулевой ставке решила вопрос трудоустройства 100 женщин. Продукция доставляется на внутренние рынки Узбекистана. Руководство предприятия также поставило перед собой цель – помогать семьям, нуждающимся в социальной поддержке. В период карантина мы запустили швейную фабрику, что позволило обеспечить работой большинство девушек и женщин. Сегодня здесь шьются защитные маски и комбинезоны. В дальнейшем мы обязательно будем расширять виды продукции. В целом для нашей деятельности представителями района прокуратуры Хакимета оказывается вся необходимая поддержка. Мероприятие в направлении сельского хозяйства также в самом разгаре. Уделяется внимание трудоустройству граждан, временно оставшиеся без работы. Ответственными лицами формируются списки в данном направлении. Безработные граждане привлекаются как на сельскохозяйственные, так и общественные работы. Помогают населению и в эффективном использовании приусаденных участков и всех имеющихся возможностей. В результате обеспечиваются семейные доходы. Ну а тем временем продолжается строительство школы в сельском сходе граждан «Сарай». На эти работы также привлечены местные жители. Говоря о проводимых мероприятиях в рамках обеспечения занятости, нужно отметить, за 3 местами 28 экспортерами закреплены 69 сотрудников областной прокуратуры и департамента. Восстановлена деятельность 134 предприятий. Налажен экспорт продуктов на общую сумму 6,9 миллионов долларов. Работы в данном направлении продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин